Традиционно пасхальными считается все 40 дней после воскресения Христова, все те дни, когда учитель был со своими учениками. Сохранить в сердце благодать праздника петербуржцам может помочь пасхальная выставка, расположившаяся в стенах Петропавловской крепости. На ней собраны уникальные экспонаты XIX века, позволяющие окунуться в празднование Пасхи давно ушедшей эпохи. Возрождение этого праздника в том современном варианте, требует какой-то основы, исторической основы. Конечно, посмотреть на эти фотографии, открытки, эти замечательные росписи на яйцах, это нас приводит к тому, что мы все это можем повторить в современности, проводить это и детей научить этому. Одним из самых приятных и трогательных обрядов на Пасху был обряд Христосования. Поскольку гостей в этот день в доме могло быть несколько десятков, обычай постепенно приобретал комический характер, местные периодические журналы были полны заметок на эту тему. Еще в XV веке появилась традиция, когда царь выходил к своим боярам после пасхальной службы и Христосовался с ними. Император Николай I немного изменил эту традицию, добавив к высшим чиновникам и дворцовую охрану, доставив тем самым себе и своим преемникам массу неудобств. За один день царям приходилось Христосоваться до тысячи раз. Понравилось, как люди себя вели в этот праздник, потому что они как-то преображались. Этот праздник был радостный очень. Люди Христосовались. Ну, это как бы даже император Христосовался с простыми людьми. То есть, какое-то вот стремление к демократичности, что ли было, говоря нашим языком. То есть, люди как-то добрее становились и внимательнее друг к другу, наверное. Вот это важно было. Со слов современников, в XIX веке на ночную службу не шли лишь отпетые скептики или безнадежные лентяи. Действительно, ближе к утру город наполнялся людьми, держащими в руках пасхальные огни и спешащие домой к праздничному столу. Пасхальная трапеза была тоже важной составляющей всеобщего праздника. На экспозиции можно увидеть самодельные формы для Пасхи и куличей. Пасхальная радость надолго поселилась в стенах Петропавловской крепости. Посетить экспозицию петербуржцы и гости города смогут еще весь апрель и май.